Россия, Китай, Казахстан. И это еще не весь послужной список. Помимо традиционных участников шанхайской пятерки, мероприятия высшего уровня почтут своим присутствием лидеры стран-наблюдателей и представители авторитетных международных организаций. При таком солидном кворуме эксперты считают полезным, если бы стороны в условиях постоянной угрозы извне сели за один стол и обсудили механизмы по созданию единого глобального антитеррористического фронта. В этой плоскости можно рассмотреть и приграничные вопросы, которые никак не дают покоя нашему государству с начала независимости. И еще у нас есть пара вопросов с казахстанскими нашими соседями. В ходе обсуждения отдельные аналитики привели разницу в тактике китайских и западных политиков. Так, например, эксперт Ширадиль Бактыгулов назвал нынешние отношения Кыргызстана с Китаем интересной вещью. И вот почему. В рамках ШОС была идея открытия банка развития ШОС. Так как он еще не открылся, тем не менее, китайский Мексимбанк в одностороннем порядке взял на себя обязательства и выдает кредиты странам-участницам ШОС на тех же условиях, что и Международная ассоциация развития, то есть администрированная северным банком. То есть это льготные периоды, уплаты процентов, более низкие проценты, до 2% максимум и так далее. То есть мы уже видим, что даже несмотря на то, что многие институты в рамках ШОС не работают, но практически те идеи, которые заложены в сотрудничестве между странами в рамках ШОС, они реализуются на двусторонней основе. О продолжении курса по укреплению с поднебесной отношений высказался и политолог Марсариев. По его словам, Кыргызстан не имеет выхода к океану, который бы сыграл иную роль в части экономического развития государства. Но рядом есть Китай, безграничные возможности которого соразмерно с тем самым океаном, которого так не хватает в нашей стране. Китай предлагает совершенно иную парадигму подхода. Понимаете, процветание Китая способствует процветанию всех стран. Такого подхода в истории человечества не было, потому что задавал вектор европейский, скажем, англосаксонский такой вектор. Потому что в результате великих географических открытий, великий шелковый путь пришел в упадок, и все страны, находящиеся в великом шелковом пути, уступили первенству в мировом масштабе. И Китай впервые опять хочет восстановить инфраструктуру сухопутную, которая сократит почти на месяц, чем морские перевозки в Амстердам. И пусть ШОС – это не Евросоюз, но тот потенциал, который еще предстоит задействовать в рамках союзного объединения, в будущем могут в разы опередить конкурирующие площадки по всем параметрам. Главное, чтобы вся деятельность Шанхайской организации сотрудничества не выглядела как клуб элегантных мужчин, а развивалась всесторонне, четко следуя принятым стратегиям совместного развития, подытожили эксперты. Медорбек Мамбиталиев, Джолбол Дубайсаев, Новости Ошперим.